Итак, друзья, кубик начинает напоминать нечто более или менее собранное. Вот, посмотрите, пожалуйста, как это выглядит сейчас. Я буду радоваться просто как ребёнок, когда всё это соберу, обещаю. Буду, наверное, отчасти просто до потолка прыгать, ну потому что весь день на это сегодня практически убил. Если не весь день, то полдня точно. Итак, друзья, четвёртая часть кубика собрана. Сейчас он напоминает какой-то праздничный торт вот с этой стороны, а вот с этой стороны напоминает вообще не пойми что. Какой-то часовой механизм, не знаю, фиг его знает что. Но самое главное, что ещё четыре раза, точнее ещё три раза постолько же, и он превратится в кубик рубика 11 на 11. в самый настоящий кубик, которым я его и привык видеть до того момента, пока он не развалился. Итак, друзья, методом проб и ошибок я получил следующую картину. Вот теперь как выглядит мой кубик 11 на 11. Нижняя половина кубика собрана. Я собрал одну восьмую кубика и подробно рассказал вам о том, как это сделал. Остальные три восьмых я собрал точно таким же методом. Поэтому не вижу смысла рассказывать это подробнее. Ну и впереди меня ждёт верхняя половина. Надеюсь, она будет не такой сложной, как нижняя. Хотя очень сильно в этом сомневаюсь. Ну, и ещё несколько часов этого дня впереди. Надеюсь, что этих часов мне хватит для того, чтобы разобраться со своим кубиком 11 на 11. И теперь я обещаю, я буду с ним настолько аккуратен, что даже не представляю до какой степени. Я буду его просто как ребёнка пеленать, чтобы, не дай бог, от него ничего не оторвалось, никакая наклейка. Чтобы, не дай бог, ни одна деталька из него не выпала. Потому что вот теперь мне этот кубик ещё, наверное, в 30 раз стал дороже, чем он был для меня. Итак, друзья, вот какая картина у меня сейчас с кубиком. И вот сейчас в это пространство я должен вставить угол. Потому что если я его не вставлю сейчас, я его потом не вставлю никогда уже. Потому что вот такая вот огромная у него, так сказать, задняя часть. И она просто вовнутрь не пройдёт, если я не установлю её сейчас. Ага. Не так-то просто его там установить. В общем, постоянно он выпадает. Ну, надеюсь, что всё будет с ним хорошо. Естественно, сейчас я буду заполнять вот эту секцию, как раз ту, где торчит одинокий угол. Итак, друзья, трясущимися руками, потратив кучу нервов, я всё-таки собрал пять восьмых. Самое сложное, это вот эта верхняя часть, как я и предполагал. Вот это будет самое сложное для меня. И последние три, я просто не представляю, что с ними делать. Сейчас будет очень тяжело. Итак, друзья, кубик Рубика 11 на 11 всё больше становится похожим на кубик. И совсем скоро уже я его соберу. Осталось совсем чуть-чуть. Но чем ближе к финишу, тем больше хочется спать. И тем сложнее. Потому что элементы, которые уже стоят на месте, мешают поставить на место все остальные элементы, которые ещё не собраны. Итак, друзья, я близок к победе. Остаётся одна восьмая. И эта одна восьмая будет самой-самой, наверное, таки сложной. Ну, посмотрим, что из этого выйдет. Итак, друзья, сначала я вставляю вот эти ребра на своё законное место. Вот таким вот образом. И теперь ставлю на место последний угловой элемент. Вот он. Наверное, проще было поставить сначала уголок на своё место. Вот так вот. Да. И теперь закрепить его снизу ребрами. Посмотрим. Вот. Таким образом сделать это оказалось значительно проще. Как вы видите, уже выстраивается определённая картинка. Ну, и сейчас оставшиеся элементы. Итак, друзья, мне осталось совсем чуть-чуть. Вот, посмотрите, пожалуйста. Вот она, это единственная дырочка, которую мне сейчас и предстоит заполнить. Вот они, четыре элемента, с помощью которых я это сделаю. Ну, по крайней мере, постараюсь сделать. А там уж как получится. Вставляю один в один. Эти два ещё в один. Получается вот такое трио. И теперь получается вот такой вот квартет. Вот такой квартет. И этот квартет сейчас должен оказаться вот здесь вот. Вот таким вот образом. Да. Друзья, поздравьте меня, пожалуйста. Я это сделал. Хочу сказать, что сейчас 2 часа 41 41 минута. Идёт ночь. Но я решил, что нужно это сделать вот не ложась спать. Иначе просто потеряются детальки. Да и у меня потом уже не хватит сил собраться и вновь это сделать. Всё, что теперь остаётся сделать, это переклеить на нём наклейки. Кубик смазан, крутится неплохо. Ну, не хуже, чем раньше. Может быть, даже в какой-то степени лучше. Я этот кубик очень люблю. Напомню, что это подарок от Романа Байбусинова. Очень люблю этот кубик. И теперь буду с ним гораздо аккуратнее. Буду его, как ребёнка, пеленать, чтобы, не дай бог, с ним ничего не случилось ни в дороге, ни вообще где-либо. Спасибо вам огромное за внимание, дорогие друзья. Этому кубику ещё жить и жить. Он ещё будет служить, крутиться и отвечать мне, надеюсь, взаимностью. Потому что относиться я теперь к нему буду. С большой любовью.